Хотел бы предоставить слово нашему гостю на наш гост Петру Тауткасу, прошу, на Петру Тауткасу, гости из Ирландии, гост от Ирландии. Те, че си си, че!? Те, че. Те, че. А си си си, че т.к. Технологии, што ми можем Библия носити в карманах. Те, че имаме такива технологии, че Библията може да е носим в това чогове езистия. Тоже съвременна е тут ситуация с Библия. И също имам съвременна ситуация с Библия. Но Слово, Господа, оно вечное, оно никогда не меняется. Меняются времена, меняются власти, меняются поколения, но Слово Господне, но же самое. И сегодня я хотел поделиться такими вещами, которые очень важно нам понять. Господь Иисус на кръста заплатил за полнота нашето искупление, за наши грехи. Он взял наши болезни, Он понес наши немощи. Чтобы ты имел мир, Он страдал. За да имаш мир, Той е страдал. С Неговите рани сме изцелени. Всички сме били заблудени като Овце. Всеки се е отклонил към своя път. Но Господ е возложил на него. Грехи всех нас. Всички наши грехове. В Его жертве. В Неговата жертва. Есть все. Имя всичку. Все нужно тебе. Всичку, кое-то можешь путь. Чтобы сегодня. Кое-то пти днес. Получил свое исцеление. Сто получишь днес свое исцеление. И я хотел сказать. Я с искрой докажем. Что есть барьеры. Чима барьеры. Которые мешают. Кое-то пречет. И я сегодня поговорю в одном. И днес ты поговорил за единую тозиу. Это непрощение. Твое непреждавание. Ну, я слово назвал по образу Матвея 6.12. На реках проповедами. Подобно на Матвея 6.12. И там стих говорит. И тоже стих казва. И прости нам долги наши. И прости недолговете. Как и мы. Как то и не. Прощаем должникам нашим. Простих меня на наши должницы. Это молитва Отче Наш. Това и молитва Отче Наш. Давайте я прочитаю всю молитву. Дайте да прочитайте алта молитва. Матвея 6. Матвея 6 глава. И с 9 по 15 стихи. От 9 до 15 стихи. Молите же так Иисус сказал. Аминь. Это молитва, которую Иисус оставил для нас. Твоя молитва. Твоя молитва, которую Иисус оставил за нас. И 12 стих. И 12 стих. Говори. И прости нам. Казва. И прости. Долги наши. Наши долгове. И как и мы прощаем. Как то не прощаем. Должникам нашим. На нашей должнице. И из этой всей молитвы. От тази цялата молитва. Иисус еще раз. Иисус още въднаш. В 14 стихи е сказал. От 14 стихи още въднаш казва. Ибо если вы будете прощать людям. Ако прощавате на хората. Согрешение их. Техните грехове. То простит вам и Отец ваш Небесний. Да ви прости и ваша Небесен Отец. А если не будете прощать людям. Но ако вы не простите на човеките. Согрешение их. Прегрешението им. То и Отец ваш. То и ваш и от Отец. Не простит вам согрешение ваше. Обратите внимание. Что из этой молитвы Господня. Иисус еще раз повторил. Как важно это прощение. Обърнете още въднаш. Че в тази молитва Иисус още въднаш и казал. Колко е важно това обращение. Можно ли еще в 12 стихи? Можливо, чтобы это с 12 стиха прочтем. И прости нам долги наши. И прости не долговеди. Как. Как то. И мы прощаем. И не прощаем. На наште должники. В других словах. С другой думи. Если ты прощаешь. Ако ти прощаваш. Тому, кто тебе. На то, за кое-то. Господь прощает твои. На то, за кое-то над тебе. Соглижи. Соглижи. То Господь ти прощава твои. Но если ты не прощаешь. Но ти, ако не прощаваш. И Господь не прости тебя. И Господь няма да ти прости. Сколько ти прощаешь. Колко ти прощаваш. Столько тебе будет прощено. Долго, говоришь, ти ти бъде прощавано. Давайте прочитаем, что говорит Матвея 18 глава. Да прочитаем Матвея 18 глава. С 21 стиха по 35 стих. Я прочитаю все долго. Ще прочитат цялото. Това е дълго. Но это очень важно. Но е много важно. Тут на русском, да? На българском. На българском. Знаете, че там на българском. Не буду читать на русском, да? Там и на български. Аз ще читам на русском. Так. С 21 стиха. От 21 стих. Иисус там объяснял. Иисус ни объяснял. Как надо прощать. И как надо поступать с теми. И как надо поступать с теми. Кои-то не засыпокаяли. Если говорит там, согрешил против тебя брат. Казала, ако против тебя и согрешил брат. Приди к нему. Обличи его. Обличи его. Скажи, что ты прав. Кажи, че не я прав. Что он согрешил. Че согрешил. И если он покается. Иакус и покаян. Ты спас его. Спасил сего. И он поступил в правильный путь. И то и поступил правилно. Дальше, если он не послушал. А ку-то не тейчу. Позови два или три свидетеля. Тугава извикай два или три свидетеля. Ну, наверное, он должен послушать тогда. Той тугава можеште послушать. Это не только ты так думаешь. И братья. И братья. Но если от этого не послушаться. Ну и тугава аку не послушать. Если не покаяться. Аку не сей послушать. Приди к церкви. И, ну, конечно, в церкви должен запакаяться. И в церкви, да бече той задолжительного требования. Но если не покаяться. Но аку не сей покая. Да будет он как язычник. Да будет и той, кто язычник. Вот это есть правило, как поступает в церкви. Тугава правило-то, как поступать во церква-то. Не обговаривает за. Не обговаривает брата. Не осуждает брата. Не осуждает брата. Зад гърба му. Прямо говорят. Прямо. Прямо. Прямо, правило. Но и в този контекст. Но и в този контекст. 21 стих. 21 стих. Тут Петр спрашива Иисуса. Тук Петър пита Иисус. Господи. Господи. Сколько раз праше брата моему. Съгрешающе му против меня. Да се мил раз. Но сме сами тут видели, говорим о наму. Говорим между двомя и потом церкви. А тут сколько раз праше? Тук е както казахме досега. Да си мил раз. Тук е както казахме досега. Примерно първо на братце. Добиди свидетели, после в церква. Да, тук до седем пъти. Ну, Петр уже такой хорош и думал. Но Петър вече такъв добър. Сем раз я праше. Седем пъти ще прося. Смотрите как Исус обеда Ему. Погледнете как Исус Му е оговорил. Исус говорите Ему. Исус Му казва. Не говорю тебе до семи. Но до семдеш ти семдесет раз. Омножи сем на семдесят. Получается. До умножиш седемдесят на седем. Се получава. Четыреста, деденадцат. Да? Четыреста, дедемедесет. Исус говорит Петру. Исус казва на Петру. Ни три раза. Ни три пъти. Ни сем раз. Ни седем пъти. Но и в принципе, он не хотел сказать четыреста, девяносто раз. Но той по принципу не искаше да каже четреста, не девадесет пъти. Но представьте семья, скажем, там записывай. Тот опять захренул. Но представите си, че някой се записывал, пак изгрешил мъжа. Опять что-то сделал неправильно. Пак нещо не направил правилно. Слушай, любимый мой. Слушай, любимая моя или моята любима. Ти уже согрешил сорок девяносто раз. Вече си согрешил четиресет път. Значит, следващия път. Я уже не прошу тебя. Вече няма да ти прости. Нет, думаю Исус не е да хотел сказать. Аз мисля, че Исус не искал това да каже. Исус хотел сказать Петру. Исус искаше да каже на Петер. Прости каждый раз. Прости всеки път. Прости не сей раз. Прости не сей дам пъти. Каждый раз прости. А всеки път прости. Если брат твой кается. Каец. Сей кае. Сей кае вам. Ну и смотрите, что он потом сказал ученикам. Но погляднете, какво я следово казал на учениците си. Почему так важно прости? За что е толково важно да простите? Ну и сейчас мы почитаем. Сега ще прочитаем. Двадцать третьего стиха. Двадцать третьего стиха. Двадцать третий стих. Прочитаем все. Прочитаем стичку. Посему царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитать с рабами своими. Когда начал он сосчитываться, приведен к нему был некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Ну кто-то посчитывает, скажем, примерно, скажем, десять миллионов долларов. Некое обу просьмятое около десять миллионов долларов, здесь лезет. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал подать его, жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб пал и покланялся ему, говорит, государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Государь, умилостивший над рабом твоим, опустил его долг и простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ пал к нему ногам, умолял его и говорил, потерпи на мне и все дам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу. Так не отдастся долго. Товарищи его, видев, происшедшие очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, если долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и помиловал я тебя. И, разгневавшись государь, отдал его истязателям, пока не отдаст ему долга. И тут Иисус в 35 стихе объясняет. И только Иисусу в 35 стиху вас сняло. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему совершеннему. Тут Иисуса слава. Он говорит. Тук думитель на Иисус той казва. Вот как здесь написано. Как то пише тук. Вот так и Небесният Отец поступит с вами. Если не попросит каждый из вас. Ако не прождават всеки от вас брата своему согрешение. Если не простит. На брат си согрешенията. Ну, значит, в этой притче, в этой притче, Тази притче, Тот Цар Небес, который здесь, Този Небесният Цар, което и тук, Он представляет Бога. Той представлява Бог. И тут пришел к Него слуга. И ханирована, скажем, 10 миллионов, это огромнейшая сумма. Или кажем, что 10 миллионов, это голяма сумма. И смотрите, вот Иисус, наш Господь, Простил наши грехи. И простил наши грехи. Мы не имеем, как заплатить за это. Не нямаме возможности, чтобы заплатить за это. Этот слуга Този слуга Прообраз любого человека. И прообраз на всех един человек. Ибо как к римлянам, 3, 23. И как то пиши во римляне, 3 глава, 23 стих. Все согрешили. Всички сми согрешили. И лишены славы Божьей. И согрешение от Божьей это слава. Все мы согрешили против Бога. Всички сми согрешили против Бога. Все мы лишены славы Бога. Всички сми согрешение от Божьей это слава. Иисус заплатил за наши грехи. Ту плату, которую Он заплатил за наши грехи, никто из нас не мог заплатить. Он оставил свой небесный трон. Он пришел на эту землю. Он родился не как мы. Он родился прямо от Бога. У него нет земного отца. Его отец Бог. И Он пришел на эту землю. Для нас людей. Чтобы за нас заплатить. Тот долг, которого мы не можем отдать никак. Поэтому Иисус пришел. Поэтому Бог возлюбил мир. Так возлюбил мир. Что дал Своего Сына единому. Чтобы каждый верший не погиб. Но имел вечную жизнь. Иисус не пришел осудителя. Иисус пришел оправдателя. И это цена, которую Он платил. Но намного больше. В сравнении с 10 миллионов. Это греческое слово. В смысле 10 тысяч талинтов. Оно вообще считается как самая большая цифра. В смысле можно понять. Это невозможно заплатить долг. И смотрите как поступил этот слуга. И поглядите как кто с Иеропией поступил. Пал к ногам. Падал лейком как ката. Прощение просил. Молил за прочтение. И что сделал царь. Он простил Его грехи. Сжалился над Ним. Иисус жалился над каждым из нас. Иисус жалился над каждым из нас. Я помню я был в больнице. И я умирал. И ад открылся. И ад се утворил. Но я призвал имя Господа. Господи помилуй. Я призвал Его имя. Я был как этот слуга. Я не мог сам выйти из моих грехов. Но Господь Иисус. Услышал мою молитву. Он услышал мой крик. Мое спасение прямо началось там в больнице. Ад исчез. Смерть ушла. Мое спасение началось. Мое спасение за Божие. Статья любит каждый кто призовет Нина Господня. Спасется. И вот мы здесь в этом месте. И слава Господу. И слава на Бога. Иисус призвал нас. Мы покаялись. И мы приняли спасение. И при их спасении. Но это очень важно. Но и много важно. Что нам надо получить прощение Божие. Не требуется получить большее прощение. Вот если посмотрим на крест. Это символ христианский. Он имеет вертикальный ось. И горизонтальный ось. И горизонтальный ось. Всем нам нужно вот это прощение от Бога. И это прощение пришло через Иисуса. Но тоже есть горизонтальные. Это значит. Что нам надо простить грехи согрешивших против нас. И принять прощение. Это для нашего общения. Но и дальше мы читаем в этом притче. Но в этой притче читаем нататок. Тот, кому было все прощено. Он пошел. И нашел другого. И намерил друг. Которому, скажем, двадцать долларов должен. Ну подумайте, скажем, двадцать долларов. Но можно немножко поработать и отдать. Може малко да поработи и да ги върни. Эти десять тысяч талантов. Которые простил ему царь. Невозможно было дать. Не е возможно да ги върни. Но двадцать долларов. Но двадцать долларов. Може да върнеш. Но мы видим, у этого слуги не было прощения. Но виждаме, че този роб не имал прощения. Тот же его товарищ. И неговият приятел. Там же умолял его. Как он умолял царя. Както той молил царя. Но он не простил ему. Но не ему и простил. Но вот это непрощение. И това непрощение. Он загнал его в тюрьму. Но там товарищи его видели, что произошло. Они все государю сказали. И мы видим, что государь сказал. Это в тридцать втором стихе. Злой раб. Если долг тот, я простил тебе. Почему-то ты упростил меня. Мне нужно жаловать тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И раз гневшись государь, его отдал истязателям, пока не отдаст всему долг. Всего долга. В смысле, помните из молитвы Отче наш, 12 стих, Матвея 6. И прости нам долги наши. И прости наши долгове. Как и мы прощаем должникам. Както не прощавим на наши должницы. Сколько ты прощаешь. На своему брату. На своя брата. На своей сестре. На своята сестра. Столько прощайте тебя Бога. Толково, что тебе бъде прощавлено от Бога. Почему я говорю об этом? За что вас говорили за това? Скажем, вы молитесь, да? Да. Докажем, вы молите. Ну вот, почитаем еще одно местописание. Марка, 11. Да, прости можете одно местописание это. Евангелие это на Марка. 11 глава. 11 глава. 24 и 26 стих. 24 до 26 стих. Вот смотрите, Иисус говорит, потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же прощаете, то и Отец Небесный простит вам согрешение ваше. И вот тут Иисус говорит, что когда ты молишься? И только Иисус сказал, что когда ты молишь? Прости. Проштавай. И если что имеешь. И аку нечто имашь. На кого? Имашь нечто за някого. На любого. Някого веубиде аку имашь. Ну знаете, я такую маленькую, расскажу вам историю. Что я расскажу вам маленькую историю. Но она смешная. Хотя и забавно. Но все-таки. Но да. Вчера мы кушали. Вчера хапилхме. В одном ресторанчике. В официальный ресторан. Я заказал стейк. И аз порочих стейк. Они принесли этот стейк. И ты принесли этот стейк. И я смотрю там не стейк. И аз гледам, как и това не ест. Мясо дома крепко. Мясо, а то е толкова... Ну не солодно я. Я просто оставил. Просто оставил. Ну в смысле я был недоволен. Но как бы просердился там. Но не се расторудил. Не оставил никаких черев. Не оставил никакви бакшиши. Никаких бакшиши. Другой день я иду по улице молюсь. Друг день горбе по улице и се моля. И вот прохожу через этот ресторанчик. Иду Господь, сразу мне говори. Ты молишься? Ты не прощаешь им, что они тебя туда дали. Ты не прощаешь, как Господь тебя дали. Сразу приходим. Господь прощает. И лесными людей. Благословим. Благословим Ги. И вот может маленькая деталь на такой мир сразу. Может быть твой малых детал, но таков мир имаха в себе. Когда мы молимся. Иисус говорит прощайте. Иисус не казал прощавайте. Хотите, чтобы Бог услышал вашу молитву. Не держите непрощение. Не держите в ваши сердца непрощавание. Но мне нравится иногда сказал вот это непрощение. И когато казах това непрощаване. Это папиат. Това е същото като ад. Ты не прощаешь кому-то. Ты не прощаваш на някого. Скажем им все равно. Примерно на него нема. Это папиат. А в теб е като утрова. Или это простая арифметика. Като просто арифметика. 10 милионов. И 20. И 20. Долларов. Слушай, если арифметику понимаете. Это для вашего благополучия. Это для вашего благополучия. Это для вашего благополучия. Почему я это все сегодня говорю. Бывают барьеры. Когда мы не получаем от Господа. И это бывает исцеление. И това биво исцеление понятна. Вот она история. Когда пришла пастору женщина. За молитвой. Но Бог открыл ему. Но Бог и открыл на него. Она держит непрощение. Но она была портретом скручена. И пастор говорит с сестра. Я не могу молиться за тебя. Кому ты не прощаешь. Но кого не ему прощаешь. Она говорит, это мой муж. Он пошел с другой. Дети со мной. Мне трудно. Трудно мне. Заботиться о них. Он согрешил. Да, он согрешил. Да, он согрешил. Но этот яд. Серце женщины. С глубиной его в артрит. Так как я искала его в артрит. Пастор говорит, хорошо сестра. Пастора говорила, добре сестра. Ты должна простить его. Тогда я могу молиться за тобой. Я не могу молиться за тебя. И она как-то... И тя сказала така. Надо исповедовать людину с нами. Я прощаю. Я прощаю. И она... И тя... Я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. Очень сложно было ей прости. Понимаете? Много трудные вещи да прости. Разбираете ли? Это не значит, что ты согласен с грехом. Това, когда прощаешь, не означает, что ты согласен с грехом. Но, понимаете, это не прощение ее. Но разбираете ли, че тване прощаване. Вело в болезни. Буквально я карула в боли. Еще раз скажи, что прощаешь. О, что виднешь, скажи, че прощаваш? Я прощаю. И тяга, аз вот прощавам. Прощавам. И этим исповеданием. И со твое исповедование. Шан за шагом. Начало открываться. Я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. Мужу Свою. Аз прощавам. Я прощавам. Аз прощавам на жена. Аз прощавам на учителю. Эле на шейфа. Аз прощавам. Говорила всю неделю. В следующей неделе приходит пастора с мужчиной. Пастор говорит, кто это такой? Это мой муж. И она рассказала, что она пошла в церковь. И за то время, когда она прощала, Святия Дух е действовал в нея. Он пришел в церковь. Увидел свою жену. Пришел к ней. Прости меня. Прости меня. Она говорит, хорошо, я прощи тебя. Давайте вместе пойдем к пастору. Ну вот они приходят к пастору. Он спрашивает, ты уже простила мужа? Да. Да. И ты примешь его обратно? Да. И ты любишь его обратно? Да. Во имя Иисуса Христа. Христос ставь и ворви. Раскрутилась и вместе с подругой они будут. Это такой пример. Ну скажем пример. Что может сделать непрощение. Но я хочу позвать мою жену. Что е ее свидетельство за прощение? Очень важно. Понеже нейното свидетельство за прощание е много важно. Пожалуйста, Елена. Моля Елена. Аллилуйя. Слава Господу. Слава на Господ. У меня было тяжелое детство. Имах много тяжко детство. У меня был тяжелый подростковый период. Много тяжко тинейджерство имах. И все это отразилось на моем здоровье. И всичко това се отрази на моето здраве. Врачи говорили. Лекарите заказвали. Что мне осталось может три года. Може би останаха ви три години. Это все. Я молилась Господу. Я всегда верила. Но я никогда не посвящала свою жизнь Господу. Пришло время. Я услышала Евангелие. И я услышала, что надо посвятить себя Господу. И я сделала это. И я стала счастлива. Стана счастлива. Но мое здоровье не улучшалось от этого. Но моето здравие не се подобрявало от этого. Я ждала ребенка. Чаках бебето. И врачи сказали его надо вынуть. И лекарите казаха трябва да го премахнем. Я сказала нет. И я сказах не. Врач сказал читай некрологи. Я молилась. И когда я изучала Библию. И когда я изучала Библию. Вот это слово о прощении. Пришло в мое сердце. И пришло в моем сердце. И я поняла. Что я не прощала. Да я славила Господа. Но в моем сердце. Но в моем сердце. Была боль. Има щеполка. Я не могла простить. Я не могла простить всем. Не могла простить всем. Я не могу сегодня рассказать о всех. Кому я не прощала. Не могу не это рассказать. За всички на какую-то не сам я им прощала. Но одна боль была в моем сердце. Моя прабабушка. Моя прабабушка. Моя прабаба. Были депортированы в Сибирь. Тя была депортирована в Сибирь. Отправлены в Сибирь. Исправлены в Сибирь. Это был тяжелый случай. Я узнала об этом. Вся семья шла большой колонной. Тя в это семейство вырвала кукуляма кулона. Были тысячи людей. Бедных людей. У которых ничего не было. И моя прабабушка. Держала на руках младенца. Это было самое дорогое. Что у нее было. Она не взяла продукты. Она не взяла топор. Не взяла брата. Она взяла своего младенца. И она несла его. И тя го носила. И в один момент она поняла. Что она не донесет его до Сибирь. Не было продуктов. Ничего не было. Ничего не было. Были военные с автоматами. Дружи. Эта женщина сделала больное решение. Она взяла своего младенца. Тя взяла своето бебе. Он был в пеленках. Она раскрутила его как можно сильнее. И кинула как можно далеко. И кое хвырило как можно было далеко. Сружинные мужчины. Стреляли в этого младенца. Стреляли в этого младенца. Хорошо он улетел далеко. Добре, че та излетела надалеч. Колонна людей увели. Тази колонна с хората я изведоха. Какие-то люди. Някакви хора. Нашли этого младенца. Это больно, когда семью увели в Сибирь. Това много боли, когда семейството го извеждат в Сибирь. Но самое больное. Но наиболезненно то е. Что этого младенца. Че това бебе. Никто не усыновил. Ему дали фамилию. Приходько. Пришедший. Приходько. Пришел. То есть это ты никто, ты чужой, ты пришедший. Ти си никой. Пришелец си. Его вырастили вместе с животными. Отгледаха го заедно с животни. В хлеву. В каштата за животни. Он никогда не научился читать или писать. Никога не се научал да чите, да пише. Это мой дедушка. Това е моя тяда. Мой папа стал доцентом. Баща ми станал в цент. Все его дети. У них было такое, что мы будем с образованием. Всички те деца. Ваши. Имаше желание да имат образование всички те мудреца. Но. Он так и не научился читать. Но така не се научил да чите. И мне было больно. И болешни. Что не нашлось ни одного. Ни одной семьи. Ни одной семьи. Которая бы сказала, я возьму его. Което беше казало, аж ти го взема. Нет. Этого не было. Не се случило. Но дальше было то, что я жила и у меня были болезни. Но на татак имало то, что аз живях, имах болести. Я не прощала. И я болела. И я болела. И моего ребенка хотели вынуть. И я поняла. Что я должна просить всем. Каждому человеку. Даже тех, которых я не вижу. Это в прошлом. Очень далеко. Но я должна просить. Но аз тряпата им проще. Я должна просить тем, которые рядом. Аз тряпата проще на тези, които с близо до меня. И я стала молиться. И я започнах да се молям. И я стала исповедовать прощения. Започнах да исповедам прощаване. Всем людям. На всички хорам. Всем ситуациям. Я прощала всем. Аз прощалась на всички. И случилось чудо. Врач послала делать анализы. И врач сказала, что это не твои анализы. И лекаря сказала, что это не твои анализы. Я думала, может кто-то ошибся. Но анализы повторялись, повторялись, повторялись. И я была полностью исцелена. На повторях анализы. Правиха ги отново, отново, отново. И я бях на полна исцелена. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава на Господа. Читаем Библию. Прощаем всех. Читаем Библията и прощаваме на всички. Будьте благословлены. Спасибо. 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 Спасибо.